Всем доброго дня! И мы с вами сегодня будем продолжать изучать законы поведения во время чтения Торы. Ключевые, очень важные законы. Но перед тем, как начать, по нашей традиции, мы начинаем со слов Мусара. Кстати, это тема нашей недельной главы, что сначала в жизни так Всевышний устроил мир, появляется кожура, а потом появляется плод. То есть то, что защищает, но не главное. Главное приходит в конце. Поэтому те вещи, которые были сотворены позже, имеют большую важность, чем вещи, которые были сотворены раньше. Так у Торы тоже есть кожура. Это мусар. Очень важно мусар. Это про Тору, про то, какая Тора. Очень важно учить перед тем, как учить саму Тору, чтобы понимать, да, чтобы с правильным намерением учиться. Так вот, мысль дня у нас сегодня. У Ашходеш звучит она следующим образом. Сэм Ахцедек на рабменах Менделл Любавича. Когда еще был ребенком, с ним была такая история, что они с детьми, с ребятами, он был еще мальчиком, пытались забраться на шест, на высокий. И ни у кого не получились, кроме как у него. А он смог и дотронулся до самой высоты. И когда он поднимался по нему, видимо, в очередной раз, он продолжал повторять одну и ту же фразу. Когда карабкаешься наверх, говорил он, ты должен смотреть только на небо. Никогда не смотри на то, что под тобой. То есть не оглядывайся вниз. И эту идею, которую он тогда понял еще ребенком, он провел с собой всю жизнь. То есть это идея, которая была, и он отражал ее в своих учениях очень много. На самом деле есть такой пасук, что хахам направо, а глупец налево. Что это значит? Что когда ты книгу открываешь, еврейскую книгу, мудрец всегда смотрит на то, сколько еще осталось до конца книги. То есть сколько еще он не сделал. А глупец он всегда смотрит, ну я же это уже прошел две страницы. Не оглядывайся вниз, смотри всегда наверх. Окей, это была мысль. А вот история. Однажды один человек, хасид, приходит к рабе из Рижины Ребе и жалуется ему, ой, вы знаете, я потерял работу, вообще источника для парносы нету. Просто нет никаких денег. Как же мне быть? Да, вот такая ситуация. Ну, Ребе благословляет его, говорит, да, благословляю тебя, чтобы немедленно пришло какое-то спасение, и ты нашел деньги на еду. Но он недоволен. Он говорит, слушай, Ребе, мне нужно прямо сейчас, он прямо сейчас нужно что-то говорит, у меня нет денег даже на еду. И тогда Рав спросил его, а, у тебя нет денег на еду? Он говорит, да, нет, так ты, наверное, испытываешь голод. Тот изумленный говорит, да, я испытываю голод, я хочу кушать. Рабе говорит, слушай, как тебе повезло. Тот говорит, как это, что вы имеете в виду? Вчера, говорит, ко мне приходил другой человек и рассказывал, что его жена, она сильно больна, и у нее полное пропало чувство аппетита. Для нее еда не вызывает вообще никакого желания, она даже переносить вид пищи не может. И постепенно ее силы увядают. И он что только не пытается сделать, чтобы как-то вернуть ей аппетит. Так только вдумайся, какой ты счастливый, да, сказал Ребе, что хотя бы ты можешь ощущать голод, желание к еде. Не можно понимать, что тебе нужно? У тебя есть желание к еде. Да, понятно, что он накормил, помог этому человеку. Но что, 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 в чем мысль? Что иногда, когда мы проходим какие-то трудности в жизни, и нам чего-то в жизни не хватает, это делает нас грустными, это нас расстраивает. На самом деле нужно помнить, что иногда сам факт того, что мы можем ощущать этот недостаток, имеет в себе благословение. Сам по себе. Да, то есть, не знаю, человек бегал дистанцию за, не знаю, за две минуты, а тут пробежал за пять. Как плохо. Но сам факт, что он бегал за две, что для него пять – это плохо, это уже браха. То есть, человек привык к каким-то стандартам, в этом есть браха. То есть, у кого-то даже нет аппетита. Окей. Это что касается мысли сегодняшней. От Любавича, как интересно. Окей. А мы с вами начинаем тему очень, на самом деле, настолько актуальную тему поведения во время чтения Торы. Не знаю, по каким причинам так сложилось, но, да, есть молитва, есть интенсивная часть молитвы, есть личная молитва, есть тишина. Люди ведут себя определенным образом. Но чтение Торы, чтение Торы так сложилось, что к чтению Торы относятся как к такому полуперерыву, и можно и поговорить, и что-то еще сделать. На самом деле, все вокруг Торы у евреев вертится. И когда эту саму Тору читают, а мы учились с вами, что время чтения Торы установил Мошер Абейну, то есть, это самое вообще древнее, что может быть. То есть, чтение Торы, когда мы читаем, что мы читаем? Мошер Абейну. Да, это еще идет оттуда. И поэтому, на самом деле, порой больно видеть, когда человек, которому 60 лет, продолжает разговаривать во время чтения Тора. Да, Криата Тора. Что-то еще могут не понять, там, молодые. когда ты всю жизнь, ты всю жизнь живешь этим образом жизни, и вот тебе там уже 60 лет, и ты до сих пор считаешь, что говорить во время чтения Тора, это нормально, это нормально, и там, да, выходить это нормально. Вот это как бы, вот это страшно. Мы должны, мы должны с годами как бы, да, больше понимать. То есть, если маленький ребенок сует грязные руки в рот, ну, он же маленький ребенок, но когда он уже вырос и продолжает как бы халатно относиться к тому, что есть какие-то микробы, что есть какая-то грязь, это уже как бы странно. То есть, с годами мы должны, мы учимся, мы что-то узнаем, так это должно отражаться на нашем поведении. Когда читают Тору Всевышнего, ее вынесли из Аарона Кодыша, есть определенный Аллаха. Так сегодня поучим Аллахот, как себя нужно вести во время Крията Тора. Понедельник, четверг, шаббат, утро, шаббат, минха, рошходеш, прочее. Минхагейну. Во-первых, сепарадим, минхаг, успарадим, сидеть, ла шевет бет Крията Тора, сидеть во время чтения Торы. И только Шалех Цибур, то есть только читает Тору, да, и тот, кто выходит к Торе, должны стоять во время чтения Торы. Однако, есть, которые среди Ашкиназима, они стоят во время чтения Торы. Но даже для них, говорит, да, гавра для гавра, они тоже могут сидеть, то есть, как бы один может стоять, другой может сидеть. То есть, да, здесь, здесь нету какой-то четкой, да, есть, есть обычаи сидеть, есть обычаи, да, стоять, тут пусть каждый принимает решение. Но вот спородим сегат во время чтения Торы. И так, как только начинается чтение Торы, нельзя громко что-то говорить. Даже Диврей Тора, даже если ты учишь Тору, нельзя громко это делать. И надо устрожать и не читать громко. Даже если читаешь ту же самую главу, не читать громко. Если каждый будет читать в полголоса, то ни Хазана не будет слышать, но будет шум, балаган. А Вальди Гроссов, но учиться там про себя, лельмот, шепотом можно. Но коль шекайны, меши с раумом, тем более, если есть 10, которые просто сидят и слушают Тору, и ты там 11, 12, 25, то можно сидеть, что учить, читать. Но коль шекайны, меши с раумом, тем более для человека, вот это очень важно. Это все человеку, для которого Тора это основное занятие в жизни. То есть, да, главу 15 раз прочитал и комментарии, все его, да, ему дозволяется. Векен им кодем, шенифтаха савертура махзир панав, и тем более, особенно если до того, как уже достали Тору, когда ее доставали, он явно показал своим видом, отвернулся. Умаре, он как бы подал, что, окей, вы читаете Тору, но я как бы не буду сейчас слушать Тору, мутар, так тем более, ему можно, он сидит, он учит книгу. Тем не менее, правильно, при чтении Торы, какая бы там глава ни была, для медагдеки, в словах, направить свое намерение и слушать чтение Торы, от Шалех Цибура. Отдельная вещь, да, в этом большой иньян есть. Можно, можно так, можно, есть иньян, слушать чтение Торы. Слушать, прошьет, да, лаха, мошемисина, что называется, менаги, еще от Мошера Бейну идет, слушать то, что читает Шалех Цибура, это всегда лучше. Асула, про такого человека, что он Назув, то есть, и да, это Аллахам Эфурэшет, человек, если хочет выйти, если хочет выйти во время открытой Сефер Торы, это, да, запрет. Аваль бенгавра лагавра, но между вызовами, ешамасара билада, при условии, что помимо тебя есть там 10 человек, мутар лацет, разрешается выйти. Викимаши, висанахи лацет, апши и вситхадак мякрия. Это очень интересно. Но ведь, когда ты выйдешь, ты пропустишь тениатуры, ты пропустишь алию, пропустишь недельную главу, какой-то кусок. Так вот, тут очень важный момент, да, пишет Якутиусев так, инуха являдыхла бета, кнезда хэрлиш, маше хэсэр бэгэдат, попрошу, а тебе не нужно теперь идти в другую синагогу, искать возможности, прослушать то, что ты пропустил во время чтения Торы. Почему? Потому что ле Аллаха крият Сефер Тора по закону чтения Сефер Торы ховат сибурги вело ховат яхиды. Чтение Торы это не обязанность индивидуума, каждого, а это обязанность на общение. На самом деле, этот момент, это предмет большого-большого спора, это все вообще не пошут. Кто-то говорит так, кто-то говорит так, и в чем-то мы идем по мнению, что это да, обязанность для каждого, в чем-то, что это обязанность для общины. Например, мы учили, что когда человек выходит к Торе, он должен громко читать брахот. Громко. Абута, это не, в этом нету, надо читать брахот громко по одной простой причине, что это нужно всем, кто сидит в зале. Твоя браха нужна всем. Во-первых, она засчитывается беминян меа. То есть, браха до и браха после, в 14 брахот, эти твои брахот люди забирают в шаббат, чтобы у них было 100 благословений. Ты их выводишь каждый раз в этой брахе. Во-вторых, чтение Торы, возможно, чтение Торы, это ховат али ахид. И поэтому каждому нужна твоя браха. Не нужна твоя браха. Ты должен говорить громко, я тебя не слышу. Это барху, это ничего, это надо говорить громко. Но, с другой стороны, когда мы говорим про надо выйти, что надо выйти, надо выйти человеку во время чтения Торы. Нехорошо, некрасиво. Надо выйти, что делать? Выйти надо между вызовами. Но, и здесь мы полагаем, все-таки Торы уже читают, читает община. И нет обязанности у человека теперь бежать, на Малину рощу и там собирать Миньян, доставать Тору и дочитывать то, что ты пропустил там в Оле Яков. Такой обязанности нет. Но, тем не менее, мы видим, что иногда человек много пропустил. Можно. Мы тоже учили, что шесть человек, которые не читали Тору, могут еще четырех присоединить, вытащить сэфер Тору и прочитать. Это тоже похвально. Но, то есть, это обязанность на общине, не на человеке. Следующий Аллаха. Маша, это такое обычное, сфарадим есть, раздавали какие-то печеньки и сухарики, когда начинали вызывать дополнительные вызовы к Торе. Он пишет, что это нехорошо, никаких печенек и сухариков отдавать не надо, надо делать кедуш, потом есть, и так поступать нельзя. Окей, у нас такого нет, поэтому дальше. Есть такое, сфарадим иногда добавляет после прочтения Торы, говорит, и такое можно услышать. Так вот, эти слова говорят до благословения, то есть, вы обращали внимание, то есть, по-сифарски, как это должно выглядеть. Ты выходишь к Торе, ты говоришь, Раббанан, Ашем, отвечает тебе Кагаль, и ты говоришь Браху, читают Алию, потом некоторые говорят и начинают говорить Браху. Теперь, минуточку, как ты вообще что-то сказал между Торой и благословением? Так, говорит Ягушну, не надо этим людям запрещать это делать, потому что проблемы Эфсека здесь, кстати, нету. Почему? Не место, что положиться, Эфсек, это пока ты не начал митцву непосредственную, но он начал, не просто начал, он уже прочитал, он уже митцву выполнил, а сказать Браху, это не называется Эфсек. И Миколь Маком, тем не менее, нужно очень вежливо ему подмигнуть, сказать, что лучше не надо, вот это вот, это красиво, не надо как бы людям запрещать, но и на самом деле не самое правильное. Он говорит Ягушну, что надо сказать такому человеку, так не делать. Брахот, Браха до, Браха после, все остальное потом. Есть такое обычай, что когда хатан, если на Гоге он получает шлищи, а после шлищи он дает дрошу, нужно ли ждать, или не нужно ждать, правильно это или нет, перед вызовом рви, продолжает говорить, это обычай такого, у нас тоже такого нет, не будем. Есть также обычай, когда Рав Вировин выступает, чуть ли не Двор Тару говорит, после каждой Алии, объясняет, что сейчас было сказано. Окей, если такое обычай есть, им есть на что положиться. Главное, чтобы закрывать Цифру Тару на время дроши. В чем проблема, что когда Цифра Тара стоит, нельзя ни на что отвлекаться, надо читать Цифра Тару. Окей, но если так принято, так принято. Тоже, да, это не актуально, не нужно. Килат, что на Гуше Харшавле, в Орех Брикатахуна, он медер Апу, он фарешет апсуким, билешон шигарный вин. То же самое, после автору, объясняют, есть, на Гуя Гим, что Рав Дурешлевне, как Альбиньяв, вздака, по ходу мэр. Вздака, есть, в маком, что на Гуле Шорэр, лихвода хатана, есть, где поют, а на Гуим, ликро, это параша, баальпе, белахаш, бешаш, шеш, лихву, куреми, туха, север Тора. Энни, мноам, это амам, дворим, шебехтав, и ата, расшай, ле, умрам, альпе. Шеш, ла, мальмаш, истраху. Вот это все парадеи. Есть, говорит, распространенные обычаи. Это только, реально только в Усфараде есть. Читать Тору наизусть одновременно с Хазаном. То есть, очень было принято, у маленьких детей в Усфарадеи, в общем, все дети читают Тору, наизусть. Он настолько хорошо владеет читанием Торы. И на самом деле, это очень непросто. То есть, запомнить Тору без таамим и без загласовок, и читать его правильно, это большой труд. Однако, у Усфарадеи принято с самых малых лет детей тренировать в чтении. И они без преувеличения наизусть практически знают, очень хорошо читают. И, как правило, они тренируются, когда они наизусть читали Тору во время того, как Хазан читает. Хазан читает Сефер Тору, а они повторяли про себя наизусть. Так вот, так делать можно людям. Почему? Потому что есть такой принцип, нельзя письменную Тору читать наизусть. То есть, устную Тору, да, письменную Тору надо читать из книги. Да, я помню, мы даже учили, когда человек говорит Двар Тору, ему неудобно, он цитирует пасуки и каждый раз, дайте мне, пожалуйста, берешит, хавдаля там, ему надо прочитать оттуда пасух. Неудобно, окей, можно разрешить, но вообще, письменная Тора надо читать из источника, из письменной Торы. Здесь такой проблемы, нет, и то же самое для Балькоре, который идет в синагогу и он повторяет про себя, он заучил, да, уже текст наизусть, он повторяет, потому что, когда человек, то есть, его как бы предназначение стараться ради общины, он Балькоре, ему так удобнее тренировать свою память, чтобы не ошибиться, не в текст смотреть, потому что там у него текста не будет, ему надо что-то другое, а у него нет, тикун Корим, сегодня есть уже все тикуны и без огласовок, и вообще только буквы, да, но предположим, у него, это ему так удобно, разрешается ему читать наизусть письменную Тору, несмотря на то, что обычно, да, так делать не запрещено. Окей, Ишмагим Лаамодбеша открыт Ассарета Диброд. Вот, очень важный момент. Есть те, которые встают во время Ассарета Диброд, и мы знаем, что Тора, она вроде бы, да, Тора, вся от первой буквы до последней, с другой стороны, там есть 10 заповедей, да, а есть какое-то перечисление, есть те, у которых есть обычаи вставать, например, в прочтение 10 заповедей, они читаются на Таам, Ильон, на определенный напив, Шабарашаб, который находится в главе Итро, и в главе Ватх, Вейтханан, второй раз, о, или в праздник Шавод, вейнзе минхагнахон альпи Аллаха, но по закону альпи Аллаха эйнахон, это неправильно. Беферуш он пишет, то есть, шеквар катава рамбам, пишет рамбам, на эту чееншла хушба мы что выделяем один отрывок Торы по сравнению с другим, люди что скажут, а, наверное, почему мы встаем, только вот эта часть, 10 заповедей, это то, что было дано винашамаем, а, наверное, все остальное, шар хасвэ шалом, а это говорит хасвэ шалом, вы нот ним ядли по шимбазе, и поэтому тут нот ним ладла по шимбазе, то есть, как бы надо это упразднять. вейеш ламхот бенуагим хэн, вейеш ламхот, и надо прямо это сказать, нет, так не надо делать, не надо так делать, не встаем, сидим, ну, как, ну, кто стоял, стоит, кто сидит, ничего особенного не делаем, да, как мы до этого учили, что спарстские обычаи, вообще сидеть, поэтому не надо резко вдруг вставать, то есть, кто как делает, так и находится, ничего не меняем, шеш ламхот бенуагим хэн, дэмишо омэдбешо мюра, и даже тот, кто встает, надо ему говорить, нет, тут есть проблема юра, что-то хвастовство, что-то хочет им сказать, что-то более там правильный, чем остальные, так писали охраним, умаши катву бейзе пуским охраним леатир базэй, нейлам мэгем, чумата рамбам, анискар лэль, а те, говорит, охраним, которые пишут, что можно вставать, на асэр, это деброд, они, видимо, просто нейлам мэгем, они что, не видели ответ рамбама на эту вещь, как бы, да, или они хотят с ним поспорить, с рамбом мало кто может поспорить, поэтому, я не понимаю, говорит, рамбам пишет, что так нельзя, нейлам, видимо, скрылся от них ответ рамбам, они просто до него каким-то образом не видели, если они увидели, он говорит, не может быть, что они бы это разрешили, умиколь маком нюцэ ашкенас, а у многим намуду мэшкоразмана кря, но тем не менее, те из ашкеназим, у которых есть Минхаг, уже вставать на определенные чтения Торы, эйнколи сурбимашам шахим намуд гамбеет кря, ну, бацан, если они уже так делают, а, он говорит, у тех ашкеназим, которые стоят во время чтения Торы, у них, конечно, нет никакой проблемы, они просто продолжают стоять, ну, ты стоишь всегда на чтении Торы, то не надо садиться на асеретадиброд, это не про это идет речь, мы сказали, причина, почему так делать нельзя, что, если ты обычно, наоборот, сидишь, и вдруг все резко начинают вставать на асеретадиброд, что как будто бы только эта Тора до нами нашимаем, а не остальная, и это хасвишо. Следующий аллаха. Има удалек робеторот вот очень важный аллаха, мы должны знать такую аллаху. Во-первых, что касательно отца, если папа или твой Раф вышел к Торе, то на момент, пока папа вышел к Торе, или твой Раф вышел к Торе, это очень важно, или Раф общины вышел к Торе, я вижу, что как бы не все это улавливают, когда Раф общины выходит к Торе, и он твой Раф, окей, может быть, можно сказать, что как бы он не мой там прямой Раф, он твой Раф, то Аллаха говорит, что все должны в Талмид царих лаамод мияд, сразу нужно встать. И Малатолика с момента, как его вызвали Кторе, лифне абраха, еще добрых, и вот вызвали Рафа Кторе, или вызвали твоего отца Кторе, сын должен встать. И стоять до самого конца вызова, отца или учителя. Но что он здесь пишет, а что если твоего отца или твоего Рафа вызвали на Сэрэта Диброд? Понятно, да? Все сидят, обычно сидеть. Твой папа, а твой папа Равин, вышел Кторе, тебе надо встать. Встань, говорит, сразу, еще до того, как начали читать, и нет проблемы здесь, что ты встал для Сэрэта Диброд. Очевидно, что ты встал для Рава, поэтому проблем нет. Но смотрите, какой капкан. То есть правильно мы сказали не выделять различные отрывки Торы. Вся Тора Мина Шамаем вся равна. Нам кажется, это говорит о важном, это говорит о менее важном. Нет такого. Вся Тора Мина Шамаем. Но человек попал в капкан, он попал в общину, где да, встают. Тут сидят, а тут встают. Теперь другая проблема. Если все уже встают на Сэрэта Диброд, а ты будешь сидеть, это зильзуль на Сэрэта Диброд. Это немножко, это уже получается, ты пренебрегаешь на Сэрэта Диброд. То есть как, ну все встали, ну хорошо. А, я не хочу выделять. Если уже все встают, то что ты должен сделать? Вступать всеми в конфликт. И не надо сидеть, когда все стоят. Это странно. То есть почему ты здесь сидишь? Тогда уже надо встать. Но используй технику, которую мы сказали, выше встань заранее. Встань пораньше, когда еще не начали читать Алью. То есть просто стой на это чтение Торы, чтобы не возникало проблем. Не то, что ты сидел и встал, а просто ты стоял все время. Сэрэта Диброд, Сэрэта Диброд, Община, которая вдруг начинает читать Ширата Ям. Это отрывок про переход евреев в море. И там есть Азья Шир Моше. И тут вся община начинает петь вместе с Бааль Куре. Не надо, это неправильно. Хоть хотите попеть, попойте, но чтение Торы должен читать Ширата Ям. И все должны его слушать. Петь вместе с ним отрывки Торы не надо. То есть выходит Хахам, он читает, пусть он читает. Окей, коротенько, Аллахот Глила. Глила, цифер Тора. Глила. Да? Почем продавать Глилу? Вот давайте посмотрим, что пишет Аллахам. Итак. Первое. Человек, который вызывает Глилу, надо знать, что в Талмуд пишет, что Гулель цифер Тора, там в Талмуде написано Акба, но имеется в виду именно Глила. Видимо, там свитки были по-другому устроены, больше как сефарские, То есть как бы Глила, Акба, это и была Глила. Сейчас как бы Ашкинадский свиток, там есть как бы две вещи из Глила и Акба. Но Глила больше от того, что подразумевалось в Талмуде. Но Тель Схаршель Кулам забирает заслугу всех. Спрашивает Гимрану, как это забирает, а все остались без заслуги. Нет, имеется в виду, что его заслуга такая же, как заслуга всех, отвечает Аллах. Но при условии, он потеряет все написано, останется рейкам с пустыми руками. Говорит Аллаха, запрещено дотрагиваться до сефа Торы голыми руками, без покрывала. Поэтому у нас есть обычай на момент благословения, чтобы был какой-то платочек, какое-то покрывало, чтобы ты не клал руки непосредственно на Тору, а клал руки на это покрывало и так держал на Торе. Не знаю, почему не берут за сам это. Видимо, имеется в виду, что люди, когда во мембрахи, клали руки на Тору и поэтому использовали перегородку, эвсек из Митбахата. И то же самое, особенно аккуратно надо быть при перематывании свитка. То есть ты дочитал до конца и ходишь к следующему столцу, и все начинают тянуть руки и его перекручивать, чтобы не дотронуться, тоже используй платочек. Мафтир никогда не начинает читать о Тору, ни благословения, ничего, пока полностью не завершится глила. В псинагоге Былгава я знаю, что полностью не завершится глила, не знаю, имеется в виду, пока не закончилась глила, это пока не одели чехол на Сефер Тору. Все вот эти припончики, лимончики, то, что сверху цепочки, мне кажется, уже можно начинать читать о Тору. То есть должна быть закрыта Тора. Где шило я гулель Тору двело юхал ли шмокрит о Тору. А, ну вот видите, он петь причину. Дело в том, что дело в этом человеке, который делает глину. А, по его, кстати, закону, видите, дело в человеке, который делает глину. Он занят глилой, а ты начинаешь читать о Тору. Ты его выставишь, а ему надо тоже слушать о Тору. Так получается, подожди, дай ему закончить его митцу. Тогда, наверное, да, тогда, наверное, неправильно я сказал. То есть с точки зрения Торы, действительно, как только ты одел чехол, не проблема читать о Тору. Но, видите, как он пишет, дело в человеке, который еще занят митцу. Дай ему закончить глилу полностью, и потом начинаю о Тору. По нашему обычаю, дай безгират сэфер Тору в ле отхиль бе автора. Достаточно закрыть сэфер Тору, ну, или, в данном случае, там, в пашкенасском, накрыть его чехлом, и можно читать о Тору. Вот он сам написал. Окей. Поемшему цимчной сэфер Тора в тот день, когда выносят два свитка, который лоев тэхо это сэфера, а ши не адши и глила сэфера решен. То же самое. Нельзя открывать второй свиток, пока не закончилась глила первого. О адши и сгиру то есть пока не закрыли первую. Накрыть ее, закрыть ее. Как только, да, накрыли чехлом первый свиток Торы, можно начинать открывать второй. Иначе неуважение получается. И у нас есть еще 10 минут, два маленьких. Первая шмирата сэфер Тора. Лы лавотет сэфер Тора ла гейхаль. Как провожать сэфер Тору и как оберегать сэфер Тору? Дай бог, чтобы мы удостоились у каждого, чтобы был свой свиток Торы, да, там, дома. Но на самом деле, да, перепеливозки, есть много законов. Эйна цибу решим нацелем бета-кнесет, адши я цнил это сэфер Тора тем кумуа ра уйло. Не запрещено покидать синагогу, если сэфер Тора не убрана в место, где она находится. То есть, бета- в этот, в Ковчег. би-сэфер Тору Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok